Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хочу сделать выпуск, посвященный одной очень интересной женщине, которая живет в США. Про нее когда-то в году в 13-м я делал небольшой сюжет вместе с чем-то, с какой-то другой информацией. Сейчас пришло время сделать отдельно. Дело в том, что сейчас в последнее время очень много людей, умников разных, развелось в интернете, но про телевидение не говорю, которые пытаются все время порочить естественное человеческое видовое питание, то есть веганство, сыроедение, разной глупостью, дабы оправдать свое трупоедение, мясоедение, в своих глазах для себя лично успокоиться, жизнь спокойно, так легче жить, когда охаиваешь и самоутверждаешься в чем-то, вроде как уверенности больше становится. Ну и, естественно, как водится вот таких людей наплевать в глаза тем, кто говорит что-то иное, причем неважно, аргументированно или нет, но среди вот таких умников есть такие, как, например, Суцулин известный. Просто мои зрители, огромное количество людей уже больше года мне пишут, ну когда я сниму видео. Товарищи дорогие, я правда сниму, просто на это надо очень много времени, а я тут вот на такие видео, как сейчас записываю, урывками буквально минуты к роду, когда-нибудь сделаю. Ну так вот такие пытаются якобы научно, научный подход у них, так сказать, что-то доказать. Ну давайте посмотрим, что такое истина. Практика, говорят, критерии истины, и в науке так тоже говорят, это совершенно верно. Тогда давайте рассмотрим вот эту семью. Сейчас вы посмотрите короткое видео, и на примере этой семьи мы увидим срез общества. Говорят, в семье, как говорится, муж, жена одна, сатана. Ну не всегда так бывает, вот здесь как раз на примере главного фактора, от которого идет здоровье и продолжительность, и качество продолжительности жизни, внешний вид и так далее. Если человек соблюдает эти правила, которые он знает, понимает и делает так, как он понимает, что он прав. Ну, значит, соответственно, вот посмотрите на это видео. Как выглядит и вообще, в кого превратился муж этой женщины, как выглядит она. Первое видео, отрывки из которого вы сейчас посмотрите, мы покажем вам. Видео сделано в 2012 году, опубликовано. Тогда ей было 70 лет. Да, было тогда 70 лет. Посмотрели, как она выглядит, что она говорит. Интервью она дала одной известной американской репортерше, и она там сделала ошибку про воду. Она не пьет. А кто она? Давайте сразу скажу. Аннет Ларкинс. Зовут эту женщину, она негритянка, живет в США, американка. Так вот, она не пьет, как-то ошиблась ведущая, воду дождевую. Пьет она воду, как раз дистиллированную, о чем будет позже сказано. А вторая часть данного видео, это будут кадры из другого фильма Саннет Ларкинс, где она пьет воду. Пьет воду, какую она пьет, об этом поговорим чуть позже. Ну, так вот, пару слов к данному первому фильму, как бы комментарий мой. Вот вы понимаете, что человек с годами может понять, как же он ошибался, но в начале жизни, как правило, когда он хорошо себя чувствует, на подъеме, еще молод, как правило, люди хороходятся. И вот в 60-е годы муж ее завел в мясной магазин. Она в знак протеста, она с этим была духовно, душевно не согласна, она стала вегетарианкой, и потом, спустя какое-то количество лет, на сыровидение перешла живое человеческое естественное питание. И посмотрите, какая разница. Сейчас воспринимают их даже не как дочь и папу, а как дедушку и внучку. Люди, простые люди. У него диабет, сахарный диабет, прочее, повышенное давление, много других болезней хронических. Она выглядит действительно так, да, ну, лет на 35, на 40 пусть, хотя я думаю, что меньше на самом деле. И сейчас она выглядит лет на 40, 45, но ей уже 76 лет. И вот второй сюжет будет про 76 лет, как ей сейчас данный момент. Посмотрите вот этот сюжет, и потом поговорим дальше. С возрастом люди начинают искать способы, как выглядят помоложе. Женщина, которую сейчас увидите, нашла свой фонтан молодости. Многие меня спрашивали, сколько ей лет. Она на самом деле уже бабушка и имеет право на скидки для пенсионеров. Она начала свой здоровый образ жизни просто, чтобы улучшить свое здоровье. Но на самом деле она получила намного больше пользы, чем ожидала. А Аннет Ларкинс согласилась показать, что она выращивает у себя дома. Ее маленький огород полностью заставлен растущими овощами и зеленью. Она также собирает дождевую воду для питья и полива своих растений. Вот это и есть ее фонтан молодости. Я очень энергичная, и всегда рано просыпаюсь, не позже, позже 100 утра. Муж Аннет когда-то имел мясную лавочку с 60-х. Именно тогда она и стала вегетарианкой. Потом со временем она перешла на вега сыроедение. Аннет не употребляет ни грамма животного белка, консервированных продуктов или вареных. Моя диета состоит из фруктов, овощей, орехов и семян. Я также проращиваю много различных семян, как вы видите сами. Аннет также делает соки из самых разных фруктов, овощей, даже шпината. Но далеко не все из семьи Ларкинса, впитаясь таким образом. Муж Аннет, который прожил с ней уже 54 года, предпочел остаться на своей прежней диете. Честно говоря, я жалею, что не стал питаться правильно вместе с ней. Иногда, когда мы входит в город, люди спрашивают меня, что я делаю с этой молоденькой девушкой. Или спрашивают, моя ли это внучка. Эймис принимает таблетки каждый день от высокого давления и диабета, а Аннет не употребляет даже аспирина. Многие ее друзья задавали много вопросов о ее образе жизни, и поэтому Аннет решила написать книгу и записать DVD еще 12 лет назад. И вот даже показывали по Discovery. Некоторые главы моей книги были переведены на испанский, который является моим вторым языком. И как вы думаете, сколько лет о миниатюрной красотке? А мне только что исполнилось 70. Одна моя подруга-равестница как-то раз сказала своей подруге, помнишь, Аннет нам когда-то давным-давно рассказывала о правильном питании, а мы даже и не слушали ее. Так вот, посмотри теперь на нас и посмотри на нее. Она удивительный человек. Она сама шьет, разбирается в компьютерах, выращивает овощи и говорит на трех языках. В последние 27 лет Аннет является стопроцентной сыроедкой, и все это не просто ради того, чтобы молодо выглядеть, а для того, чтобы хорошо себя ощущать и наслаждаться качеством жизни. Кстати, ее муж сказал, что он пожалел, что не начал вместе с ней, но теперь уже все поздно. Да, она прекрасно выглядит. Но хотелось бы спросить, были ли у нее какие-нибудь пластические операции? Аннет сказала, что абсолютно нет. Хотя может быть, когда ей исполнится 80. Ее муж всегда пропускает ее вперед, когда она заходит в супермаркет, потому что ее все узнают и задают вопросы. Кстати, у нее двое сыновей по 50 лет. Ну вот, вы посмотрели, дорогие товарищи, вот этот сюжет. Вы, если вы люди объективны и верите своим глазам, а если бывает такое, а это факт, то о чем говорят эти факты? Ну, лишь о том, в чем истина. Ну, естественно, в природном, естественно, питании человека, не вареном, жареном, и тем более никаком не в мясном питании, потому что человек не является по своей природе, по своей анатомии, морфологии, то есть внешнему виду, по своей биохимии. То есть внутренним процессом, не каким всеядным, и тем более не плодоядным существом, а мы являемся плодоядными. Что и подтверждают те люди, которые четко без ленности выполняют то, что они знают, то есть ведут свой образ жизни в соответствии с законами природы. А почему именно так молодо она выглядит? Ведь не все сыроеды, ну, по крайней мере, в таком возрасте не все так выглядят. Ну, об этом я скажу в конце. Теперь давайте посмотрим следующий сюжет. Вот я скажу, о чем он. Во-первых, это опубликован недавно в переводе на русский язык, когда уже она веган является, эта женщина 50 лет, и более 30 лет полным сыроедом. 76 она выглядит действительно более лет на 40. Естественно, она не болеет. Как она говорит в своих сюжетах, сколько у нее энергии. Сейчас вот вы послушаете, что она готова делиться с другими, как в бутылках бы продавать, давно миллионершей бы стала. Послушайте. Какова была главная причина? У тебя ведь не было проблем со здоровьем? Нет, я была здорова. У меня появилось отвращение к вкусу, запаху и касанию мертвого животного, всего неживого. Я не хотела быть больше причастной к этому, быть как-то связанной с этим, хотя мне приходилось готовить для моей семьи. Я не хотела, чтобы это поступало в мое тело. Было ужасно даже подумать, что это становится частью меня. Я осознала, что карнизм и каннибализм – это то же самое. Вот так это началось. Я знала о диете то же самое, как и все. Я не думала о нутриентах. Когда я перестала употреблять животные продукты, я увидела, как улучшилась моя жизнь. Мое мышление стало более четким. И чем дальше ты продвигаешься по этому пути, тем лучше становится все. Таким образом, я заметила изменения. И это было следствием изменения в моем рационе. Это воодушевило меня продвигаться дальше. И вот что получается. Вы идете по ступенькам, и если ступеньки ведут к чему-то положительному, вы видите, что вам от этого лучше, и вы продолжаете двигаться, развиваться. Так получилось, что в одну из суббот утром в 1963 году мой муж был мясник. У нас на завтрак семь блюд, таких как овсянка, яйца, варенье, бекон, ветчина, колбаса. Он был мясником, и мы могли есть все, что захотим. В полдень я выложила из морозилки куски мяса, чтобы разморозить их для приготовления ужина. Когда я подошла проверить, как они размораживаются, я посмотрела вниз на эти куски, и внезапно мне стало плохо. Я подумала, я не хочу, чтобы они были в моем теле. Фактически я подумала, если я это съем, я это вырву. И это было только началом. В этот день, в полдень, в 1963 году, я решила для себя, что это мясное блюдо, которое я съела на завтрак, будет последним в моей жизни. И с этого дня моя жизнь изменилась навсегда. Я не знаю, почему так получилось. Кто-то думает, что это зависит от наших прошлых жизней. Но это уже другая история. Неважно, почему. Когда я вспоминаю прошлое, я понимаю, что это не произошло внезапно. Моя индивидуальная конституция, как человека, определяется тем, что есть прямо сейчас. Но в то время-то я не понимала. Вот как все началось. Здорово. Как вы можете видеть, это работает для Аннет. Она не только выглядит прекрасно, но у нее и острый ум. Я думаю, что она самая умная, 74-летняя женщина, которую я встречал в своей жизни. Я бегаю и хожу минимум 12 километров в день. Ей 74 года. Сколько 74-летних ходят 12 километров в день? Если бы я могла продавать мою энергию, я была бы миллионером. Она могла бы снабдить энергией все Соединенные Штаты. Ее действительно называют женщиной без возраста. Много книг написано. Снимали ее на, по-моему, National Geographic и прочий-прочий известный человек в США. А теперь давайте посмотрим, о чем тут речь. О речи в этом фильме о том, что ее сын, кстати, посмотрите, хуже выглядит. Ему же за 50 он хуже выглядит, чем она, снимает на камеру, как мама рассказывает о воде, которую она потребляет. Да, она использует дистиллятор. Есть некоторые отличия от обратного осмоса, который я рекомендую. Кстати, про осмос она тоже говорила. Посмотрите сюжет сейчас, а я потом прокомментирую. Привет, я Эймос Ларкинс, я ее сын. Я сейчас в мамином доме, она собирается вам что-то рассказать. Я думаю, это будет интересно для вас. Очень жарко, но все равно хорошо. Когда жарко, всегда хочется пить, да? Мы знаем, что воду пить жизненно важно. Мало кто в этом сомневается. Однако вопрос в том, с точки зрения здоровья, какую воду нам надо пить? Есть много разных типов воды, и каждый сторонник питья той или иной воды рекомендует пить воду, которую он считает наиболее полезной. Люди меня постоянно спрашивают, какую воду я пью. Поэтому я сейчас вам расскажу... Я пью твою воду уже очень долго. Да, очень долго. Я расскажу вам, какую воду я пью на сегодняшний день, как долго я пью такую воду, и почему я выбрала пить именно такую воду. Ты сразу скажи, что это не дождевая вода. Многие думают, что ты пьешь дождевую воду, но это не так. Я бы могла ее пить, но я не пью. Мой выбор вот уже более 40 лет. Это дистиллированная вода. И меня невозможно переубедить. Еще тогда, более 40 лет назад, я купила дистиллятор. Да, это дистиллятор. И работа этого прибора реально копирует то, как это происходит в природе. Существует такое понятие, как кислотные дожди. Дожди впитывают в себя много различных частиц. Это не такая вода, которая падает с неба и загрязняется разными веществами. Здесь вода идеально чистая. У меня в руках счетчик количества всех содержащихся в воде твердых веществ. Он измеряет полное количество всех растворенных в воде твердых веществ, которые находятся в вашей воде, и показывает их количество на миллион. Мы возьмем два стакана с водой из разных источников. Одна вода будет из крана, а другая из дистиллятора. Окей, слева вода дистиллированная, а эта справа из-под крана. Постараюсь показать счетчик поближе. Я надеюсь, вам видно, он показывает ноль. Мы опустим его в стакан с дистиллированной водой. Надо подержать немного, пока измерение закончится. Сейчас я нажму на эту кнопку, чтобы зафиксировать показания счетчика. Какое там число? Я даже не смотрю, я уже знаю, что там будет. Он показывает ноль. Я надеюсь, вы все можете это видеть. Это то, что нам надо. Чем ближе число к нулю, тем ближе вода будет к дистиллированной. Теперь опустим его в стакан с водой из-под крана и посмотрим, что будет. Ты видишь показания счетчика? Ого, это 170? Да, он показывает 170. Вы видите разницу? Это то, что мы хотели. Ноль. Это дистиллированная вода. Мы не хотим, чтобы там были какие-нибудь растворенные частицы. И еще, в водопроводную воду добавляются фторид, хлор и многие другие химикаты. Поэтому счетчик показывает 170. Потому что там разные химикаты и другие примеси. Вода нечистая. Да, вода нечистая. Что это такое? Это называется электрофильтр. Сейчас я его настрою, и вы увидите, что произойдет. Слева дистиллированная вода, справа из-под крана. Вы видите, становится темнее, а дистиллированная вода не меняется. Я надеюсь, вам это хорошо видно. Я хочу вам показать, как я сказала. В водопроводной воде много разных химикатов. Поэтому вода меняет цвет. Мама, можно задать тебе вопрос? Да. Многие люди говорят, что дистиллированная вода вымывает из организма минералы. Это так? Да. Дистиллированная вода вымывает из организма минералы. Но она вымывает такие минералы, как здесь, вредные минералы, которые находятся в неорганической форме. Она никогда не вымывает полезные минералы в органической форме. Я не знала об этом. Много лет назад у меня была одна проблема со здоровьем. Я сейчас не буду об этом рассказывать. И как только я начала пить дистиллированную воду, проблема ушла. Дистиллированная вода действует как растворитель и вымывает все вредные вещества из вашего организма. Поэтому в таком возрасте я до сих пор не знакома с мистером артритом и не переживаю по этому поводу. У меня нет боли в суставах, нет никаких проблем с суставами. Потому что я всегда пью дистиллированную воду, разумеется, в дополнение к тому, что я питаюсь сырой растительной пищей. У меня дома установлен обратный осмос, и я хочу проверить воду, сколько там частиц содержится. После обратного осмоса, конечно, в воде будет какое-то количество минералов. Давайте я расскажу вам о дождевой воде. Я не пью дождевую воду. Тони Роджерс, она прекрасный репортер. Она брала у меня интервью, и она не поняла меня. Она подумала, что я пью дождевую воду. Я не пью, но знаете что? Я бы пила ее, если бы у меня был выбор. Дождевая вода или водопроводная вода. Я пила бы дождевую воду. Знаете почему? Говорят о кислотных дождях в моем районе. Не знаю, как у вас. Когда я измеряю этим прибором количество частичек в дождевой воде, которые я собираю в баке в моем дворе, он показывает 5. Вы видели, какое число их было в водопроводной воде? Я хочу вам рассказать кое-что о дистилляторе. Там происходит то, что все плохие вещества собираются внизу, а пар поднимается вверх. Все неорганические вещества остаются на дне бойлера. Вы должны регулярно чистить бойлер, убирать со дна все неорганические минералы, которые остаются там. Так что лучше пить дождевую воду, чем из-под крана. Но у меня есть дистиллированная вода. Это мой выбор. Это моя история. Я так и буду продолжать. Я согласен с тобой на 100%. Я за дистиллированную воду. Всего хорошего. До новых встреч. Всем мира. Дорогие товарищи, вот мы посмотрели вот эти выжимки из этого фильма про воду. Самое главное. Что я здесь хочу сказать, на что акцентировать внимание. Да, дистиллированная вода фактически не имеет никаких взвешенных солей. Про то, что она говорит про единицы, сама, видимо, не зная того, может быть, перевод такой объясню. В общем, вода имеет насыщение минералами. Это в неорганической, совершенно правильной сюжете это было сказано. Она понимает минералы, микро- и макроэлементы. Они выпадают в осадок. И, соответственно, вода остается чистой в химическом плане, то есть без вредных частиц вот этих неорганических элементов. Напомню или скажу впервые, кто не знал, микро- и макроэлементы усвоятся могут в организме человека, как и в организме любого животного, утокаются они в хиланной, то есть органической, ионной водорастворимой форме. То есть в составе сложных органических веществ, углеводов, жиров, белков из живых растений, ну и даже животной пищи, если бы вы ее ели в сыром виде. Это в плане только минералов. Разумеется, они вредности из-за высокомолекулярных белков, содержащихся именно из составляющих тела того же, так сказать, мяса, а именно кусков трупов животных, которые вы едите. Ну, если, конечно, кто-то из вас это еще ест. Аннет Ларкинс не ест уже, как вы поняли, более полувека. Как она выглядит, вы видите. Напоминаю, что практика – это критерий истины. Но только если в этой практике, дорогие друзья, не допущены очень важные ошибки. А ведь многие сыроеды и веганы их допускают. А про вегетарианство я вообще молчу – это ничто. Вегетарианство в плане здоровья – это вообще ничто. Человек также жрет хлеб, рис, там вареный картошку, хлеб-булочные изделия, да все много. И тем более, если еще вегетарианцы, некоторые под него подписывают молоко, там творог, сыр. Так что, извините меня, это даже порой хуже, чем разумное мясоедение. Разумное в плане того, что человек при этом не ест всякую гадость, типа синтетических сахаров, эмульгарторов, красителей, печенья разные и так далее. Так вот, а говоря о видовом живом питании, когда мы едим то, что природа создала, ну, впрочем, я забегаю вперед, а расскажу об этом в самом конце. И что мы можем сделать, какой вывод? Во-первых, что осмос обратно дает практически такие же показатели, как дистиллятор. Я рекомендую покупать просто системы обратно в осмос. Они стоят сейчас 10, 12, 15 тысяч. Например, Атолл рекомендую, американскую, это бы неплохо. Вы только не берите минерализатор, иначе шилу на мыло меняете, удаляете одни вредные минералы, насыщаете другими также вредными, потому что они такие же неорганические. Значит, соответственно, после обратного осмоса у вас будет действительно очень мягкая вода. Ну, будет, может быть, там полградуса, градус жесткости, ничего страшного. И действительно, вот 3-5 на приборе, 7 показывает единиц по минерализации, да? Значит, соответственно, такую воду пить прекрасно и можно. Лучше всего ее заряжать в потом структураторе. Ну, камера Шаубергера есть такие, вот ссылочка будет под данным видео. Вы посмотрите, что имеется в виду. И, конечно же, самое главное, хотя бы, что не делает, к сожалению, Аннет Ларкинс, правда, эта компенсация идет в какой-то мере и из проростков, которые она ест. Сейчас я об этом расскажу. Но, тем не менее, если бы вы эту воду потом после обратного осмоса заряжали, делали бы, генерировали анионоводороды, то есть отрицательно заряженные ионы, то я скажу, что тогда результат был бы просто фантастический. Такой, как у людей, проявляется буквально уже через несколько дней. У кого-то в этот же день, у кого-то через 2-3 недели. По-разному. Вот в этих роликах, которые сейчас будут, ссылочки тут, я это дам еще под видео в виде ссылок. Нажмете, попадете и, соответственно, просмотрите эти видеосюжеты. Я очень рекомендую, чтобы сейчас просто об этом не рассказывать, не терять время. Вот такой вывод можно сделать. Итак, надо ставить и пить. Кто-то говорит, действительно, а вот дистиллированная вода. Минералы вымываются. Аннет об этом рассказывает, но я скажу вам чуть по-другому. Дело в том, что, дорогие товарищи, минералы надо еще раз получать в виде пищи, которую вы едите. То есть, вернее, из пищи, из самой пищи. Вот это очень важные нюансы. А то, что вы из воды хотите получить, то вы в любом случае из воды не получите, потому что в воде минералы находятся в неорганической форме. Ясно, да? Поэтому вода должна быть идеально чистой, и чтобы она как растворитель идеально работала, выносила из организма яд и токсины, растворяя их предварительно, донося до каждой клеточки в идеально питательные вещества. Если требуется кому-то лекарственное, то тогда необходимо, чтобы вода была максимально мягкая, то есть, ближе к дистиллированной в воде. Если уж она еще будет водородной, это будет совсем прекрасно. А если вы учтете такой показатель, как коэффициент поверхностного натяжения, это как раз структурирование воды, то это будет просто замечательно. Вот об этом видео обязательно все, 1, 2, 3, 4 и так далее, посмотрите. Не поленитесь, это жизненно важная информация. Мало ли, что на это придется несколько часов потратить. Зато вы годы жизни сэкономите, так что выбирайте. Так смотрите под этим видео, что я рекомендую. Нажав еще, вот прям под видео ваше, где вы в Ютубе, внизу еще читайте словечко. Многие до сих пор не могут понять, хотя сотни раз это уже говорил в лекциях. Нажали, откроются ссылочки и читайте. Все там, все там. Как на консультацию ко мне записаться, где мой сайт по продуктам, где мой блог по здоровью, так сказать, к те видео, которые я рекомендую. Все тут читайте, пожалуйста. Так, ну теперь давайте еще покажу несколько все-таки сюжетов про Аннет Ларкинс, потому что очень интересный один товарищ, который 25 лет почти тоже сыроед. Представляете, 25 лет. Он говорит, покажите, кто больше пяти лет вести. Господи, боже мой, какие вы серьезные. Покажите качков. Ну чего вы сами не можете в интернете вот есть такие найти? Вот таких качков вот с такими мышцами веганов и сыроедов. Ну что, трудно найти, что ли? Вам надо всем показать. А вы что, не видели сюжет? Ну посмотрите, вот сосиска в голове. Это у до сих пор она в голове. Вот эта сосиска, то есть потребность жрать вкусное, привычное, жареное, шкварчащее, белковое в плане животной какой-то пищи, сосиски, котлеты, неважно, все это называется сосиска в голове. Когда человек еще это оправдывает, не понимает, да еще повторяет глупости за другими, а якобы полезности и даже необходимости потребления трупной животной пищи. Ну это просто бред. Ну есть такие люди, поэтому для таких людей моя рубрика сосиска в голове. И там показывал я одного вегана, который умер, по-моему, 105 или 106 лет. Его просто машина сбила в этом возрасте, но в свои 105 лет он монетку 25-центовую двумя пальчиками сгибал. Прикусили язык, товарищи мясоеды, которые, так сказать, верят в святость сосиски? Ну прикусите все-таки, ладно? А если вам не хватит этого, ну сами поищите, ну что же вы такие люди-то? Меня зовут Максим Бургард, мне вот уже скоро стукнет 30 лет, чувствую себя просто прекрасно, на сыроедении 5 лет. Ни одного раза даже не пробовал ничего, никогда назад не возвращался, и с каждым годом все лучше и лучше и лучше, питание становится, и все благодаря вашим знаниям и вот этой поэтапной последовательности. Я очень сильно очищал свой организм. Сныть, это у меня было номер один, вы говорили, сныть нужно есть, это очень важно, и я ее там наяривал, да, очень много ел дикоросов. Были такие моменты, где по полгода только на одних дикоросов сидел, я их жевал и ел, пока там не опухал язык. Ну, естественно, все без фанатизма. И потом все заработало, как вы и сказали, когда я уже перемучился там где-то полгода, но делал это все систематически, вес вернулся, не было никаких проблем с мускулатурой. Я в основном делаю на долгие дистанции упражнения вот это все, да, а не просто накачивание, какие-то монотонные вот упражнения, да. Если бы я даже бы качал свое тело, у меня вообще бы и мускулы были, все было, вот как вы и говорили, все реально по-настоящему работает. Так, теперь вот сюжет про этого человека, который показывает, как Аннету себя проращивает в гигантских количествах проростки. Тут и чечевицы, и маш, и люцерна, и прочие злаки, как она это потребляет, как она их выбирает, дорогие друзья, это ценнейшая информация. И, кстати, я рекомендую книги почитать про соки и про проростки. Вот это одна из главных ее причин в таком прекрасном внешнем виде, в таком возрасте. Вот эта уникальная молекула хлорофила, практически идентична молекуле гемоглобина нашей крови. Но только в гемоглобине пигмент красный, потому что железо в основе, а зеленый хлорофили, потому что ион магния в основе. Но идет процесс замещения у нас в организме через цанокобаламин, кстати, который тоже В12 имеет точно такую же формулу и структуру, кроме в центре, что кобальт стоит. Вот через кобальт замещение идет магния на железо, и получается гемоглобин. А подробно об этом в моей лекции кровеносные кроветворные системы, две организма нашего. Посмотрите ее, она тоже по ссылочке будет. Так вот, это жизнь, основа жизни хлорофилл. И жизненно важно для человека потреблять проростки. То есть он может этого не делать и проживет. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то дольше, кто-то меньше. Но в наше время, помните, факторов никак. У наших дедушек, бабушек действует на нас с вами сейчас. Сейчас уже такого не будет, жила, а там, пил, курил, 90 лет прожил. Это я еще раз скажу для тех, кто мои другие видео не смотрел. Ну, посмотрите другие видео. Там все это я подробно объясняю. Хватит этих дешевых отговорок. Они что, вам на пользу пойдут? Или вам достаточно просто успокоиться? Ну, успокоиться и есть, и пить, и все подряд что угодно жить. И, как некоторые пишут, как ворон 30 лет прожить, а не 300, как там, наоборот, вернее, орел там, да? Ну, только, правда, здесь это неуместно, глупость. Потому что там про видовое питание речь идет, и природа так предусмотрела. А вы люди сами выбрали свое питание, основываясь на том, что вас мама и папа кормили. А типа, это идет испокон веку. А типа, это не идет испокон веку. И питание было совершенно по-другому, менялось в течение двух-трех поколений кардинально. Ну, а какая разница, как ели? Есть видовое питание, понимаете? Это главнее, чем то, как вы хотите питаться или во что вы хотите верить. Есть истина. Она гласит, что у нас нет тех приспособлений, которыми мы могли бы есть эту пищу, если бы были в естественной среде обитания. А биохимия, пардон, у всех одинаково. И идет она вне зависимости от нашего желания с вами. Ну, а то, что мы едим, это и приводит к тому, какие болезни, собственно, миллионы людей так едят, миллиарды. В основном все, все больны. А есть обратные примеры? Есть. Вот такие, как, например, Аннет Ларкинс. Мы же конкретно ее разбираем. Не думаете, она одна такая? Нет, конечно. Ну, давайте ее. И вот посмотрите вот этот сюжет. А также еще сейчас кусочки вам покажем, очень интересные. Посмотрите. Это все вам поможет глубже понять, в чем суть вот естественного питания, почему это так влияет на продолжительность и качество жизни. Кстати, это один из факторов. Не надо говорить, что я только про питание говорю, кто тоже новичок придет. Итак, смотрите мое видео. Девять причин болезни. Питание – один из них. Еще восемь групп причин существует. Посмотрите и только тогда что-то говорите. То есть, я не упускаю ничего. А теперь смотрите сюжет и в заключении я расскажу, почему же она так хорошо выглядит. Привет, я Джон Коллер. Сегодня у нас очень интересное видео, которое мы снимаем в Южной Флориде, в особенном доме, где выращивают пищу для еды. И что замечательно, хозяйка этого дома фактически нашла эликсир молодости. Они часто рассказывают в новостях, берут у нее интервью, она участвует в разных телевизионных шоу. И если эликсир молодости, который все всегда искали, что он, если прямо там, где вы сейчас. И фактически эликсир молодости, который она нашла, это растения, которые она выращивает во дворе дома и растения, растущие в природе. Эта женщина просто невероятная. Она мой новый друг. Я только сегодня с ней познакомился. Сейчас я вам покажу, что она выращивает и как она выращивает и какую пользу приносит питание этими растениями. Этот фрукт называется нони. Он из южной части Тихого океана и очень популярен на Гавайях. Это растение лекарственное и плоды не сладкие. Другое дерево, которое растет перед домом, вот оно, такие маленькие плоды. Это черная шелковица. Я вам советую есть как можно больше ягод, потому что они содержат много антиоксидантов и мало сахаров, сравнительно с другими фруктами. Я смотрю на нашу пищу так, как сказал Гиппократ. Пусть пища будет твоим лекарством, а твоим лекарством пища. К сожалению, наше общество очень далеко ушло от того, чтобы питаться пищей, растущей в природе, такой, какую Аннет выращивает и ест. Зеленый листовой овощ, который Аннет выращивает в это время года и считает очень важным для нее, называется Джорджия южный коллард гринс. Зелень – это одна из основных составляющих рациона Аннет, и выглядит так, что у нее нет никаких проблем выращивать этот коллард. Вы можете добавлять их в салат или делать с ними смузи в блендере, добавив туда бананы, кокосовую воду. Или вы можете делать из них и других овощей сок и пить свежевыжатый овощной сок. Это самый лучший способ употребления зелени, чтобы максимально полно получить из зелени все содержащиеся там нутриенты. Как я уже говорил, другой способ, который Аннет использует для выращивания зелени, это выращивание в таких вот горшках. Вы тоже можете выращивать себе пищу в таких горшках. Даже если вы снимаете жилье, вы просто заберете горшки и землю с собой, если будете переезжать. Она выращивает в этих горшках растения одни из самых богатых нутриентами, за которыми не сложно ухаживать. Это зелень. Я думаю, все должны выращивать зелень, как это делает Аннет. Она выращивает тимьян, кубинские орегано, обычные орегано, различные сорта мяты. Здесь, в этих контейнерах, у нее растет оругула. Растения производят метаболиты. Например, помидоры производят до 300 различных растительных метаболитов. Это значит, что помидоры производят до 300 различных соединений внутри своей структуры, которыми растения защищаются от внешних факторов, от стресса, от солнца, от вредителей, от болезней. И когда мы едим эти растения, мы получаем эту защиту, потому что мы сами не можем производить для себя эту защиту. Антиоксиданты, фенолы, полифенолы, лигнины, все эти различные растительные соединения, жиры, эфирные масла. Я думаю, это здорово, что Аннет выращивает так много зелени. Поэтому она получает очень много антиоксидантов с пищей, потому что зелень – одна из самых богатых антиоксидантами пищи на Земле, даже более богатая, чем ягоды и фрукты. Кроме зелени, она также выращивает овощи, обладающие противораковыми свойствами, которые мне очень нравятся. Они тоже растут в контейнере. Таким образом, вам не надо иметь большой участок земли, чтобы быть здоровым. Просто начните выращивать хотя бы какую-нибудь пищу для себя. Пусть это будет немного пищи, пусть в контейнере. Вы можете, например, выращивать много зеленого лука. В этих двух небольших контейнерах у нее посажено более 20 луковиц. И она использует не только луковицы. В любое время у нее есть что-то более полезное, чем луковицы, которые тоже хороши. Они обладают противораковыми свойствами, как и все растения семейства марилисовых, в которые входят также лук-порей, чеснок и лук-шалот. Здесь у нее вырастают также листья лука. Я считаю, что листья лука и чеснока даже более полезны, чем луковицы, которые обычно едят большинство людей. Я думаю, что здоровье – это не только оставаться молодым и питаться пищей с высоким содержанием антиоксидантов, но также и не болеть. Всем известно, что стандартная американская диета с высоким содержанием обработанной пищи, обилием животных продуктов, убивает наш организм. Это можно повернуть вспять, питаясь натуральной пищей, такой, как зеленый лук, который вы видите здесь. Другие овощи, которые выращивает Аннет, которые, наверное, намного полезнее, чем лук, травы, зелень, которые вы уже видели, – это проростки. Она старается выращивать как можно больше пищи для себя и для семьи. И чем хороши проростки, вы можете выращивать их везде. Это, вероятно, одно из самых важных растений, которые она выращивает и ест в больших количествах. Они под этими лотками. Я вам сейчас их покажу. Это, вообще-то, обычные лотки для выпечки большого размера. И она просверлила много отверстий в них для дренажа, чтобы не накапливалась влага. Здесь у нее посажены подсолнечные семечки для получения небольших проростков. Они уже начали проклевываться и расти. Она выращивает проростки из подсолнечных семечек для себя и для всей своей семьи. А здесь, когда мы уберем покрытие, вы видите, она выращивает проростки из семян гречихи. Это, вообще-то, не очищенная гречиха, и она дает им прорасти до небольшого размера. Эти проростки, известные как микрозелень, очень важны, потому что в них очень много нутриентов. От 4 до 40 раз больше, иногда даже до 200 раз больше, чем в обычных листовых овощах, которые я вам показывал ранее. Таким образом, очень важно выращивать и употреблять их, потому что вы сразу получаете огромное количество нутриентов. Большинство американцев их просто не получают. Мы получаем большое количество нутриентов с такого небольшого участка, и при этом мы едим пищу с малым количеством калорий. Это один из главных секретов долголетия – употреблять пищу с малым количеством калорий, но получать все необходимые нутриенты. Как раз проростки и позволяют вам это легко делать. В них огромное количество нутриентов, но малое количество калорий. Уже доказано, чтобы жить дольше, надо употреблять низкокалорийную пищу. Проблема в том, что если вы питаетесь джанк-фудом или обработанной пищей, вы не получаете все необходимые нутриенты, и вы не будете иметь отличное здоровье, даже если вы продлите вашу жизнь. Таким образом, вы можете всегда иметь свою пищу, богатую нутриентами, замедляющую старение, которая будет продлевать вашу молодость. Теперь давайте посмотрим на другую пищу, которая, возможно, более важная в некоторых аспектах. Это проростки пшеницы. Сейчас я вам их покажу, но перед этим я вам хочу показать вот это, что я держу. Это большой лоток с проростками подсолнечника. Они уже большие, готовые к употреблению. Лоток довольно тяжелый, она удобряет компостом также. Здесь буквально поле с зеленью и проростками пшеницы. Вам не надо поднимать эти лотки или пользоваться косилкой. Просто берете ножницы и срезаете, сколько вам нужно. Вероятно, сейчас самое время, чтобы их употреблять в пищу. Они достигли нужной высоты. Вы можете делать из них сок. Это то, что Аннет делает. Считается, что проростки пшеницы – самая богатая хлорофилом пища на Земле, поэтому они так полезны. Но кроме хлорофилла, там много других нутриентов, очень полезных, таких как микроэлементы. Очень важно также найти хорошие, качественные семена. Как существуют различные сорта яблок, так существуют и различные виды и сорта пшеницы. Поэтому важно приобретать семена у надежного поставщика. Я думаю, это один из факторов, замедляющих старение и предотвращающие болезни, как и разные другие фитоминералы и фитонутриенты, содержащиеся там. Поэтому проростки пшеницы очень важны для меня. Я должен был, наверное, выращивать их больше. Это одна из моих целей – выращивать больше проростков пшеницы и делать из них сок каждый день, как Аннет делает. Когда я вижу ее, это мотивирует меня, и я хочу выращивать больше проростков пшеницы, видя, сколько много она выращивает их для нее и для всей ее семьи. Сейчас я вам покажу еще одно место, где у Аннет растут проростки. Не обязательно она выращивает их здесь, но когда они хранятся в холодильнике, они все еще растут, но очень медленно, потому что там довольно холодно. Она уже вырастила их во дворе и положила их в холодильник, чтобы они росли медленнее, были готовы к употреблению, когда ей нужно будет их есть. К сожалению, большинство американцев не едят достаточно проростков. Я не обязательно рекомендую вам идти в магазин и покупать проростки. Часто они там поражены бактерией. Это не потому, что вы можете заразиться бактерией от проростков. Проблема в том, что семена поражены фекалиями животных. Они не стерилизуют семена, как полагается. Самое лучшее – это выращивать самим свои семена. Выращивайте горох, если вы хотите получать проростки горошка. Выращивайте пшеницу, если вы хотите иметь свои проростки пшеницы и так далее. И тогда вы будете уверены, что ваша пища чистая. В холодильнике мы видим две большие трехлитровые банки, закрытые марлечкой. Так она проращивает гороши в холодильнике. Вы видите, что они уже стали длиннее. И это уже не самое лучшее время их есть. Обычно она их ест, когда они поменьше. Но она была так занята последнее время. Они все еще хорошие, их можно есть. Она достает их из банки и ест сырыми. Они хрустящие и очень вкусные. Я вам советую выращивать проростки. Некоторые из них вырастают быстро, всего за пять дней. Я выращивал гречку в помещении, так что всего лишь появляется маленький хвостик. И летом это занимало всего один или два дня. Конечно, когда на улице холодно, проростки растут медленнее. И если в вашем доме прохладно, они будут расти медленнее тоже. Самое главное с проростками – почаще их промывать, и чтобы к ним поступал воздух, чтобы они могли дышать. Некоторые скажут, что стеклянная банка – не самое подходящее место для проращивания. Но если туда хорошо поступает воздух, и если нет излишка воды, там не будет плесень. Я вижу, что у Аннет все хорошо организовано, потому что на дне банок нет воды. А в этой банке у нее маленькие проростки, люцерны или клеверы. Они сейчас стоят очень дорого в магазинах, но их очень просто вырастить самому. Когда вы покупаете семена, потом они увеличиваются в объеме, буквально в сотни раз. Будет больше пищи для вас. Для таких семян даже не нужно солнечного света, и они становятся зелеными. Это значит, что в них содержится хлорофилл, раз они зеленые. Я хочу призвать вас, друзья, есть самую разнообразную пищу. Если вы не корова или лошадь, обычно вы не едите люцерну. Но если вы будете есть проростки люцерны, вы получите из них очень много нутриентов, что, как я думаю, очень важно. Аннет проращивает разные сорта чечевицы, маш. Я вижу, здесь есть зеленая чечевица, черная чечевица. Я кормлю мою собаку сырой чечевицей разных видов. Здесь я вижу и проростки маши. Все вместе в одной банке. Похоже, что сейчас самое подходящее время их есть. Хвостики длиной примерно 6-7 миллиметров. Они очень вкусные. Добавляйте их в салаты, например. Бобовые – это очень ценная пища, наравне с луком и зеленью. И я думаю, что вам следовало бы их регулярно употреблять. И самый лучший способ их употреблять, на мой взгляд, это в виде проростков, как это делает Аннет. Ну вот вы посмотрели. Если вы хотите посмотреть эти видео подробно, ссылочки будут под данным видео. Нажмите «Еще», ссылочки откроются, и вы посмотрите сюжеты полные. Интервью с Аннет Ларкенс несколько и прочие-прочие сюжеты. 1, 2, 3, 4. Ну а теперь давайте расскажу. Я тут даже себе выписал, чтобы не забыть. Итак, первая причина, почему она так хорошо выглядит. Конечно, это питание, которое десятки лет она придерживается. Она приспособила к этому питанию свою кишечную микрофлору. И в идеальных условиях идеально это стабильно работает. Но самое главное, она получает уникальные нутриенты. Она получает не только все витамины, жирные кислоты, аминокислоты и так далее из пищи, но тем, что она ест огромное количество проростков, различных видов и берет органическое сырье, дорогие друзья, органическое, без химии. Она получает и различные элементы, которые мы обычно о которых не говорим. Это различные ферменты, биофлавоноиды, различные другие вещества активные, очень важные, о которых наука еще мало чего знает. Но она берет концентрат этой энергии, концентрат этой жизни и в питательных веществах, и в концентрат в виде прана. Потому что, когда плод или злак, зелень, что угодно живое мы оторвали, отрезали, то это теряет в течение нескольких часов вот эту особую энергию прана, так называемую. Если же есть с куста, а она выращивает все, уже десятки лет сама ест фактически с куста, и больше половины ее пищи составляют вот эти проростки, она пополняет себя постоянно вот этой энергией, питающей эфирное тело. И это реально фактор, который мало кто учитывает. Второй фактор – это вода. Вода, не состоящая в своем составе, не имеющая, вернее, вредные неорганические минералы, которые убивают почки, которые фактически откладываются на суставах. И правильно она говорит про разницу в движениях ее и ее сверстниц в этом возрасте. Они уже многие жалеют, как и ее муж, голумливец раньше. Он бы понял теперь, что она права. Как многие сейчас, может, мужья про жен говорят или жены про мужей, что все это ерунда. Мне многие такое пишут. И хорохорятся, и умничают, и какие-то примерчики приводят идиотические. Ну, чтобы свою совесть успокоить и жрать это дальше. А вот вы посмотрите правде в глаза. Ну, посмотрите честно себе правде в глаза. И скажите, это вообще созданная пища? Вы можете в дикой природе поймать животное, кинуться, оторвать шкуру, ручить ногатенками своими? Особенно дамочки меня умиляют. Вот с этими маникюрами-педикюрами, которые там будет отгрызать чего-то там своими зубками, которые она там мягкую картошечку только может уминать в виде пюре. И она там пытается какую-то антилоку, типа, думает, что съесть. А ножички, ножички у нас с вами из ногтей не растут. И кастрюльков тоже в природе нет. Ох, люди, люди, сами себя обманываете. Такую чушь несете. Верите всяким дебилам, типа Цицулина и так далее, которые пытаются научить. Да они хоть пусть испыжутся. Они против простого аргумента, что это неестественно, потому что не предусмотрено, потому что механизмов нет. Ничего не смогут сказать. То есть доказать не смогут. Сказать-то они смогут много чего. А поверят те, кто жаждет, ищет только бы, как поверить, кому бы поверить, лишь бы покажи, как алкашам или тем, кто любит на праздники стаканчик махнуть. Какой-нибудь профессор-академик скажет, как это полезно, так они и рады. Наливая теперь профессор сказал, рады. То же самое с мясом. То же самое с животной пищей, так называемой. Ну что ж, проростки, дорогие друзья, это один из ее секретов. И напомню, некоторые вот эти, типа Ульяны Ра, как ее фамилии, не знаю, пытаются нам сказать и уверить в том, что зелень вредна и даже зелень убивают. Вот это видео вот здесь будет тоже по ссылочке. Значит, ну, есть другие причины, вы спросите? Конечно, есть. Есть. Но об этом, я думаю, я сделаю отдельное видео, потому что тут нужно собрать гигантское количество факторов. А также я до сих пор ведь не знаю сам, поскольку не изучал ее образ жизни целиком, вкупе своей. Но, конечно, она не испытывает больших стрессов. Она их вообще не испытывает. Она спокойный человек. Это очень важно для качественной и продолжительной жизни не иметь стресса. Она ведет равномерный распорядок дня. Она достаточно много, кстати, спит 7-8 часов. Она выращивает все у себя, и она как бы это принимает ну, как бы с любовью и добротой, как естественную гармонию, как свою естественную жизнь, испытывая от нее духовные радости и наслаждения. Нормальные, порядочные, честные жизни. Жизнь интересна, творческая, она выступает с лекциями, она делится своей радостью с другими людьми, то есть позитивные эмоции и так далее. Но это все мелочи. Это 1%, 2%, 3%, прибавка к здоровью. Но вот главное, я перечислил эти принципы, так что имейте в виду. Но я скажу вам, что есть дополнительно те приемы и те методы, которые позволят еще качественно и больше прожить, если человек не будет, конечно, лениться. Это потребление фукуса в обязательном порядке, потому что в современной жизни, да, это реклама, это реклама. Кому плохо от этого, может выключить и больше не смотреть. Или что вы предлагаете, умники, есть таких, их много развело сейчас. О, реклама, значит, все остальное ерунда. Думать надо, чего говорит человек, любой. Анализировать информацию, которую он говорит, а не значит, что реклама, значит, ерунда. А если это истинная правда? Вот здесь содержатся все минералы в хилатной форме, все, какие на планете только существуют. Не в порошке, а в сухом порошке фукуса. Это можно выкинуть и подмести метелкой. Бессмысленно. Только в этом. Не буду сейчас объяснять, что и почему. Ну, два видео есть на эту тему. Два. Короткая, 10-минутная, где я все это поясняю, и 40-минутная с доктором науксовой из Наукограда, Пущино, где мы вместе с ним в лаборатории сидим, все рассказываем. Ну, посмотрите их, тоже по ссылочке будем. Это то единственный вариант для современного человека из простых. Есть сложные варианты, они есть. Но простой, единственный, как напитать свой организм, вообще всеми минералы. И чудеса буквально, только это не чудеса, а законы природы буквально сразу происходят. Это сок пророского пшеницы, если вам лень проращивать все, как Эннет Ларкинс. Потреблять в виде вакуумных таблеток можно не замораживать, не заморачиваться, проращивать. Нет, хотите? Конечно. Конечно, это тоже вариант. Тоже можно. По 30 миллилитров два раза в день желать, на утром и днем, только не вечером. Или 4 таблетки минимальная доза, или 8. Это концентрат вакуумных, вакуумных дегидраторах сделанной таблетки. 4 таблеточки заменяют 30 миллилитров концентрированного сока. Да и до минут за 30, 40, 50. Это, конечно же, спирулина, только дикая, дорогие друзья, дикая, а не лабораторная. Это принципиальная разница в своем питательном составе. Там и витамины все, и жирные кислоты все, и даже 18 лейтрилавитамин. Ну и так далее, и так далее. Об этом тоже смотрите у меня все на канале. Значит, захотите пойти одним путем? Ваш выбор. Захотите другим? Ваш выбор. Ведь не все могут заниматься полдня из суток своим здоровьем, вот как это требовалось бы, если в идеале бы, вот действительно вы жили бы, ну конечно, только не в своем доме, там в загородном, где-нибудь далеко в экологически чистом месте, свой огород, тогда бы, конечно, меньше это время. Если бы вы правильно устроили свой огород и хозяйство, тогда, да, меньше тратили. А в условиях города, когда времени ни на что нет и работы и так далее, для многих людей, вот опять киохайники будут, вот, как будто вы считаете, что все должны жить как вы. Ну а вот люди все равно хотят, я сам агитирую людей, чтобы они из городов уезжали, но все равно я понимаю, что большинство будет в них. Ну и что, этим людям умирать или информацию мне не давать? Или может мне давать информацию, как вы ее хотите слышать? Да хрен там. Я их буду давать, как я хочу. И я поэтому скажу, есть вот один вариант, сами все выращивайте, проращивайте сюжеты, посмотрите, вот информацию почитайте, вот эту книгу про проростки посмотрите. Поэтому, дорогие товарищи, давайте так, все-таки первое начать, чего надо, вот я вам даже сейчас покажу. Ох, я вам сейчас все-таки покажу, вот прям не могу, знаю, что будут идиоты, смотри, пусть один из тысячи, но ведь будут такие. Но ведь, знаете, как они бесят, такие идиоты? Вот с чего надо начать. Это учебник логика. Логика, вот таким особенно людям, которые не имеют логические мысли, отнесут всякую хинею, которые пытаются опровергнуть одно другим, а это совершенно друг друга ни одну не отрицает. Ну, например, то, что я занимаюсь продажей продуктов, биопродуктов питания, производим мы огромное количество своих продуктов, значит все неправда, что я говорю. Это что такое? Дебилы. Это конченые дебилы, кто так считает. Это вообще на уровне обезьяны. Я просто про как будто одно отрицает другое. А производить можно только гадость? А хорошие продукты можно производить? А то, что я говорю о продаже продуктов питания, и это реклама, на которой красная тряпка у некоторых, это что? Означает то, что, значит, я уже все, что я сказал до этого, неправда? Это где тут логика в этом? Почитайте, что такое аллогизм, и почитайте, что вообще, как устроены, так сказать, вот человеческая речь, аналитика, и что на что влияет, сказывается, и что означает, какие явления и понятия. Ну, почитайте, изучите, если вы эта жизнь вас этому не научила. Я просто поражаюсь. Поэтому, да, я буду говорить разные варианты, которые человек сам будет все выполнять, делать, проращивать, выращивать, жить там, значит, какие травы и прочее. И когда ему многим удобнее купить все готовое, но чтобы он был уверен, что это качественное, высшего класса, без потери питательных свойств. Поэтому пути разные существуют. Выбирайте свой путь, выбирайте, а я вам показываю разные. Ну, что ж, дорогие друзья, для всех разумных, порядочных людей мое огромное почтение и уважение. Я надеюсь, что это видео в целом было вам полезно, чтобы узнали много нового. Или еще раз вернулись к тому, чтобы задуматься о тех основополагающих вещах бытия нашего с вами, о которых каждому человеку стоит задуматься, и лучше раньше, чем позже. И человек ложкой и вилкой копает себе могилу. Учтите самое большое, разнообразное количество факторов, которые пользу вам дадут. И уберите из своей жизни те факторы, которые вред дают вам и влияют отрицательно на ваше здоровье. Принимайте из жизни только лучшее, правильное, естественное, логичное. Помните, что вы человек, а не какое-то безмозглое животное. И то животных так нельзя обижать. А бывают люди, которые действительно ниже животного уровня. Вот это, кстати, правильное определение. Ниже животного. Животные, по крайней мере, чувствуют и знают, что им положено от природы. Как жить, что есть. А человек это не считает, думает, все полезно, что в рот полезно. Еще хы-хы-хы, пузо на бекрень, три подбородка свисает, одышка стоя, уже даже сидя, а он еще что-то там выпендривается, хорохорится. Организм сам знает, что нужно, что вкусно, что шварчит. А сейчас он знает. Ваш организм вот такой перекошенных людей, он уже давно ничего не знает. У вас они, кишечная патогенная микрофлора, знают, что им надо, без чего они подохнут. И вы вместе с ними, только не сразу, конечно, а годы спустя. Ну, вам жить, вам выбирать. Ну, разум-то надо иметь. Поэтому хватит вот этих дешевых отговорок. Смотрите правде в глаза. Вот, собственно, для этого был данный фильм. Для этого решил я вернуться к этой теме, рассказать еще раз про эту женщину. Ведь многие тоже вообще не видели. Про нее ничего не знали. И про таких, как она. Им нужны живые примеры. Ну, так берите тех примеры, кто знает, как жить практикой, жизнью своей доказал. Потому что не ленился. Знал и не ленился, и делал. Ну, и еще раз про зелень ткнуть в морду, мордой, так сказать, в тарелку. Тех, кто умничает и несет ахинею, ничего вообще не знаю. Ни о жизни, ни о биохимии, ни о чем. Про зелень гадости разные. Про основу, основ жизни на нашей планете. Про растения, про зелень, дающую жизнь, энергию, кислород и все остальное. Ну, я просто поражаюсь. Ну, что делать? Ладно. Будут новые сюжеты, будут новые видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Разные у меня там будут видео выходить. Но каждый для себя в плейлистах найдет те видео, которые будут ему по душе, будут интересны. Например, про долголетие, долгожительство, целый цикл. Про оздоровление, про продукты питания и прочее. Про приборы по воде, в конце концов. Ну, вот, собственно, и все. До новых встреч. Будут много еще интересных видео о здоровье, в том числе. Смотрите. До свидания.